Доброе утро. У меня сегодня завтрак в полодинского, просто потому что у меня очень странные такие мысли, что надо быстрее поработать, а только потом есть. И вот реально сейчас вот эти мысли, что сделай дело, гуляй смело, как никогда актуальны. Где ты? Где ты? Где ты, мой пушок? Чуть не напала на ёлку, чуть не запрыгнула. От одной игрушки уже бантик откусила. Вот такая вот она, кошатина. Я просто хочу быстрее всё сделать до обеда, потому что мы с мамой договорились в обед встретиться в городе. Она там сейчас у парикмахера красоту наводит. И думали с ней куда-то сходить, потому что у нас сейчас в городе некоторые заведения преобразились, очень красивые, украшенные. Хотелось и вам показать. Что ты мостишься? Что ты мостишься, красопеда? На завтрак у меня сегодня банановые оладьи. Жду комментариев про то, что это огромная порция, хотя вообще я не поняла этого комментария. С одного банана среднего, одного яйца и столовой ложки муки получается вот столько оладьев. Можно сделать их вообще маленькие, много-много или огромных три там. И люди считают, что это много. Ну типа не знаю. Если честно, после такого завтрака вообще ты через час голодный. И какао я вчера варила на три чашки. Какао на эритрите. И реально очень вкусно вообще, прям обалденно. Ну я, правда, зефирки добавляла вчера, но мне очень понравилось. Мы еще вчера с Лешей смотрели дневники Бриджи Джонс, первую часть. Кажется, мы никогда с ним не видели этот фильм полностью, представьте. Это было очень прикольно. Я сегодня в своем вводе от Салмар и короткой юбке-шорты. Юбки-шорты. Юбки-шорты, как сказать? Юбка-шорты, короче, на мне от Папайи. Но эту юбку мы чинили, потому что у нее порвался замок. У нее вообще там с подворота все отрывалось. Короче, она не очень качественно сделана. А вот этот вводе от Салмар очень хорошего качества. Прям нравится. Очень приятное к телу. Такой хороший дуэтик. Накину пальто и поеду в город. Он выглядит, как кабачковая икра. Это хумус. Самый натуральный хумус по цвету. Короче, мы с мамой пришли в Дольче Виту. Мама такая у нас сегодня красивая. Она после покраски. Замерзла, как жучка. А ну реально в один момент какой-то дубарь. Так как интересно. Вчера 13 градусов, весна. И сегодня, блин, дубарь. Ну, в общем, мы сейчас пообедаем здесь. Потому что мама хочет в какой-то магазин зайти. Может, где-то десерт какой-то съедим. И вот запробуем хумус с креветкой в Дольче Витте. Вкусный? Креветки такие аппетитные, жареные. А вот маме принесли суп тыквенный с креветками. Мама просто издевается. Я обожаю креветки. На себе я взяла не с креветками. Ну да, вот такая вот я, понимаете? Видите, грисини, много креветок жареных. Красивые такие блюда вообще. Я уже не первый раз тут заказываю патченил лосося. Очень, кстати, вкусное блюдо. Оно сытное. Ну реально классно. Здесь очень много всего. И папе, кстати, оно нравится. Мы уже с ним тоже заказывали не едино. Мама, это может, что-то наехать. Она елась. Скуссия вообще обалденная. Я колебалась между другими. Мне здесь очень елова. Еще очень активно замерзла. Хочу жалеть. Бедняжка. Кофелаб в этом году вообще просто. Превзошел сам себя. Очень красивая витрина. По-моему, даже живые еловые ветки. Очень красиво. И все в гирлянде. Поэтому, если хотите красивую, я сто раз сказала, красивую новогоднюю фоточку вам сюда. Саму кофейню мне что-то сегодня туда не хочется. А вот сделать фотографии, да. Почему бы нет? Мама, за дубло. За дубло. Вот тут и зайчик, и телодичек. Бери вот его. Хожу по кондитерски и спрашиваю, сделать ли мне елочку. Никто не хочет. Грустно. Грустно. Что, тебе прикольно в ней? Ну, она как бомбер идет. Она спущенная. И цвет симпатичный. Ну, повернись. Что, оливков какой-нибудь. А тебе сам пуховик ничего идет. И капюшон, как ты любишь. А ну, дайте я тут цвет прикину. А какой ты хочешь свет? И если цвет падает, я не понимаю. Какой ты цвет хочешь? Я вообще хотела еще цветлее. Ну, как бы вот. Вот такое. Светленькое хочу. Так оно замарается. Не белое, но... Ну, без капюшон. Тебе в этой хорошо она? М? Косушечка. Она очень прикольная. А что ты хотела? Это оверсайз. Это же зимняя вещь. Ты поднес свитера должна надевать. Ну, она и должна быть такая сзади, что ты там стыкнишь. Я думаю, что он делает чуть дольше. Это очень хорошо смотрит. Вот это тебе красиво, действительно. Ну, потому что я вот такого цвета что-то хотела. Вот такого цвета. Ну, вот оно что-то такого цвета. Красивое, удобное. Объемное. Ну, опять объемное. Ты хочешь облегающую курточку, как... А нет ее меньше. Это самая маленькая, это эсочка. Зимние вещи должны быть объемные, мам. И, конечно, мы с вами 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 с вами. Я забыла, как она называется. Я мимо нее проходила, уже вам показывала. Помните, когда шла на Хилс, говорила, что она открылась. Ну, приветливые девочки здесь. Интерьер интересный. Не могу сказать, что он мой. Просто прикольный. Красивый. У нас такой кофей нечет. И есть очень необычный десерт. Вот, например, мы с мамой сегодня взяли. Посмотрите, какие. Вот здесь муссовый десерт с яблоком и корицей. А у меня... Чернослив. Вот этот чернослив мы сразу с вами посмотрели, потому что это что-то необычное. Сейчас попробуем. Мы чай взяли, просто выпить. Все это вместе сколько вышло? 220 или 230? Вот так. Чай 60. Да, тут десерт, это не дешевый. Это 80 и 2. Ну, по-моему, да. Нет, это не мастика. Если она хрустнула, это шоколадская и все какой-то крашеная. Все люди не сладкие. Ну, тогда не знала. Что оно? Вот это вот творожное что-то у тебя? Серьезно, сладкое. Все? Серьезно? Мама говорит, лишняя зеленая оболочка в ее десерте. Я говорю, у меня лишняя в черносливе эта оболочка. Она не то чтобы портит, просто внутри нас столько вкусный, нежный десерт. Вот прям передать не могу. У меня с черносливом же очень вкусный. Я обожаю сочетание вот что-то такое творожное с черносливом. Вот эта оболочка просто она как бы не гармонирует с этим. Но, с другой стороны, они же хотели сделать это в виде пирожного. Соответственно, нужно куда-то его поместить. Кто знает наш старый рецепт, я раньше вспомнила даже рецепт, когда я чернослив фаршировала грецким орехом. Кипятком отдавала чернослив, желательно поправки не нужно брать. Внутрь грецкий орех. Взбиваешь или сметану с сахаром, заливаешь. Или же сейчас есть маскарфоны, которые позволяют финансы, там или рикотт, сахарная пудра тоже пойдет. Или же растапливаешь шоколад. На водяной бане макаешь каждую черносливину, фаршировую орешку. На Новый год я раньше, я налив, мама, а что ты сейчас не делаешь? Подожди, ты чернослив, когда в сметане, ты его заливала или тоже макала? Нет, не макала, я его на тарелочку выкладывала, аккуратненько заливала. И можно присыпать еще орешками сверху до красоты? Можно присыпать. Я же люблю фрукты в шоколаде, я же сама часто делаю. Я раньше практически на каждый год. Я не помню, вообще не помню. Желе помню, трехцветное. И вот это вот чернослив, это делаю. Ну, по мне, вот это вот лишнее. Вот сделать бы этот десерт в стакане, говорю. Вот как оно есть, потому что это очень вкусно. Я вот эту штуку Леша привезу, вот куплю сейчас. Так можно с печеньюшкой, с бисквитиком какую-то добавить. Тут бисквит внутри есть небольшой, как и у тебя. То есть тут есть все, бисквит и крем. Просто оно не будет держать форму, если бы в оболочку не загнали. Поэтому можно в стакан его запихнуть, по моей логике. Или же сделать просто шлемослим целым. Зачем? Не, я говорю про кофейню. Про что? Про кофейню говорю. Зачем ты говоришь про кофейню? Ну, мы же про кофейню говорим, что оболочка здесь лишняя. Ты что, потеряла уже нить? Нет. Мне кажется, что да. Нет, я не по-моему, о чем ты говоришь. Ну, мы же говорили о десерте и оболочке. Нет, может быть, кому-то это нравится. Ну, кому-то да. Я первый раз такой десерт, но по мне вот это лишнее. А сам по себе десерт внутри очень вкусный. Что у мамы, что у маникажу. Мармеладный джек – это вообще раздолье просто. Сейчас наберу тут чего-нибудь Лешке на 11 Николая. Видите, что я купила? Ха-ха-ха. Сколько всего красивого. Какой огромный снежный шар вообще прелесть. А ты тоже вот это и правило. Мы туда были. И Леша такое любит. И я смотрю, такой он засматривается. Смотри, что ты такой подарочек купить? Да, у нас куда он у меня. Может, папе такой купить? Поставить себе на стол рабочий. Ему там некуда что ставить, я бы видела. Ну, на стунгу, которая новая. Вот такая инсталякция. Санта на Денис. Он 2645. Это все-таки на батарейках. И еще у нас есть лампа. А, он у нас может почти эту лампу мистить. Фанат керосиновая, эта лампа. Да, 1821. И он тоже не играет. На батарейках не играет. Играет только вот это похоже. Не играю, чуть-чуть. Подарочек. Банан. Открой. Это банан. Там липучка. Блин, он не очень живой. Это десертик? Да. Боже, что с ним. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я надеюсь, что он вкусный. Я ела черный слив. Представляешь, как черный слив выглядел? Не хочешь попробовать? Сейчас не хочу. Пожалуйста, пожалуйста. Как же у нас быстро темнеет. Четырёх ещё не было. Уже было очень темно на улице. Ужасно. В общем, я дома. Мы заходили с мамой в сельпо. Я там купила зелень. Купила вот такие красивые бантики красные. Обратите внимание. Реально красивые банты. Они есть ещё золотые. Но красные выглядят дороже и как-то благороднее, что ли. Перец. Рыбки чуть-чуть. Дальше тут молоко. Оля уже попросил купить. Ещё я взяла одну такую именно хуруму попробовать из Азербайджана на 35 гривен одна. Не знаю, что это за хурма. Потом я две роха взяла. Вот именно роха, вот этот сорт, который я брала на салат. Потому что она хорошо режется. И как бы не расползается, грубо говоря, в салате. Мне кто-то писал в комментариях, что с хурмы надо кожицу снимать. Ребята, я вообще это впервые слышу. Зачем это делать? Это помидоры. Они лежали вот с скидкой вообще, типа как второй сорт. Но я так посмотрела, они такие все хорошие. Думаю, тюк, возьму, ладно. И обычно я так не лазю там, но всё равно. И яйца. В общем, ничего такого необычного. Сейчас покажу вам ещё поближе ту ветку, которую я взяла. А, и мандарины, конечно же, купила. Конечно же, обожать, обожать. Ой, как празднично. Как красиво. Ребята, посмотрите, какую я купила офигенную ветку. 285 гривен. Гилка лыта. 60 сантиметров. Блокытно. Мне, конечно, не очень нравится, что она блокытная. Это на любителя. Я больше люблю именно зелёный поля цвет. Но она была такая, и она реально выглядит хорошо, дорого, красиво. А не вот это, знаете, какая-то пластмассовая ерундень. Ну, это красивая ветка. Я сначала думала купить букет в Юске, но когда я посмотрела на тот букет ещё раз, я поняла, что он вообще выглядит бедненько. Ну, не то. А эту ветку можно просто украсить гирляндой, там, бантиками. И всё, и будет очень красиво. Поэтому я зашла в Юске, купила там гирлянду. Ещё одну гирлянду звёздочки у меня есть. Звёздочки, правда, они не от Юск, а от другой фирмы. Ну, купила, они, по-моему, 150 гривен такие стоят. Купила батарейки. И сейчас хочу украсить эту прелесть и поставить её на столе. Потому что на столе пусто. Потому что ёлка стоит сегодня, сейчас на кухне в другом месте. Понятно. А что она тут такая питька? Друзья, вы готовы это увидеть? Этот седевр. Три-четыре. Та-дам! Ой, мне очень нравится. Мне очень нравится. Это очень классно выглядит. Просто прелесть какая-то. Вообще хвалю себя. Не могу. Очень классные детства. Веткой, гирляндой и бантиками. Я не знаю, я сама себе это придумала. Возможно, это давно уже до меня придумали, конечно же. Ну, ветка с гирлянды, это понятно. Но в этом году так популярны бантики и ленточки, что я решила этот тренд перенести в свою новогоднюю тематику дома. И это очень классно выглядит. Это плюс тысяча к уюту. И здесь у меня уголок украшенный. И здесь украшенный. Господи, это потрясающе. Это прекрасно. Мне на такую ветку хватило одной упаковки. Поэтому эти банты я пойду довешу на нашу елку. Большую, главную. Но такая новогодняя красивая композиция получилась на обеденном столе. Кстати, вот та свеча красивая изюшка. Она до сих пор там продается. Смотрите, добавила красных бантов. Но я еще хочу добавить. Очень красиво разбавляют игрушки. И вообще елку. Я же хотела красно-золотую. Вот так оно и вышло. Здорово. Я, конечно, смотрелась на елки инстаграмовские, где каждую ветку обматывают гирляндой. Но, честно говоря, я бы, наверное, даже не смогла бы просто это осилить. Сколько там? Часов шесть надо, наверное. Ну, может, когда-нибудь мы с Лешей тоже такое учудим. Учудим. В общем, десерт долго не лежал. Полчаса прошло с того момента. Все работает. Нет, ты покажи, пожалуйста. Ого, грубо. А что внутри? Внутри банан? Или что это там? Мус какой-то банан. Ну да, это вообще мусовые десерты. И у мамы, и у меня, и у тебя. Хлеб какой-то. Хлеб? Угу. Не вкусно? Не, вкусно. Нет, я попробую с этой желтой, наверное, штукой. Это хлеб. Это бисквит, а не хлеб. Ты давно не ел бисквитных десертов, походу. Это хлеб. Ну да. Вкусно? Я сижу тут, любуюся гельками нашей елки, кайфую вообще. Мы собираемся смотреть вторую часть дневников Бриджа Джонса и дневника Бриджа Джонса. Неважно. Ну, короче, я, кажется, окунулась в эту предновогоднюю атмосферу, и выныривать я не собираюсь. У меня куча планов для нас. Я уже нашла новые рецепты. Я просто пока не успеваю их чаще готовить, но у меня есть эти рецепты, я хочу их сделать, конечно же, показать вам. К нам едет пряничный домик, офигенный. Я расскажу потом, почему я заказываю второй. Тоже очень интересная история. Ну, еще у нас в городе откроется каток, что вообще удивительная новость. Каток есть у нас как бы в Метелице, это крытый каток. И откроется каток в Пулэн Бич. Это то место, где мы отмечали мамин день рождения, с бассейнами такое заведение. Так вот они сделали там каток с фудкортом. И даже пустят транспорт с центра города туда к ним. Это просто. Можно посетиться к этому по-разному, но я отношусь к этому положительно. Потому что каждый сам выбирает там посещать такие мероприятия или не посещать. Но то, что выбор есть и то, что такое будет, я надеюсь, что будет. Это классно. Так что ждем. Если все будет хорошо, тоже съездим туда. А пока спасибо за просмотр. Приходите обязательно в Инстаграм. Не радничайте на лайки, если вам несложно. Ставьте, пожалуйста. Это просто помогает мне в продвижении. Я вообще не смотрю особо на количество в плане там какого-то самолюбля, мне по барабану. Но в плане того, что я блогер, и это помогает развить, ну это важно. Поэтому буду благодарна. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok